Сделать заводское ограждение внешне привлекательным и информативным – эту задачу решали пермские моторостроители, историки, художники. Получился арт-объект, посвященный 70-летию Победы. Здесь в форме граффити этапы работы завода номер 19 в годы войны. Вот знаменитый авиадвигатель воздушного охлаждения АШ-82, разработанный Аркадием Швецовым. Такими моторами оснащали истребители Ла-5. В сутки с конвейера Молотовского завода сходило в среднем 25 готовых изделий. Пермский историк и журналист Владимир Ивашкевич занимался содержательной частью арт-объекта. Чтобы оценить работу во всей её полноте, здесь организовали специальную экскурсию на борту трамвая-кафе. Ивашкевич рассказывает, собирали в нашем городе не только авиамоторы, но и самолёты. В 41-м году в Молотов был эвакуирован Харьковский завод, где создавали бомбардировщики Су-2. И в течение двух лет эти машины выпускали в нашем городе. Оснащались они также двигателями Швецова. Су-2 – лёгкий бомбардировщик, который использовался для разведки и артиллерийской корректировки. Больше 20 пилотов, которые управляли этими машинами, стали героями Советского Союза. В общем, все эти уникальные, интересные образцы техники вот здесь нарисованы, изображены в натуральную величину. Часть более подробно, часть менее подробно, условно. На создание арт-объекта ушёл месяц, а также 30 литров краски. Работать было интересно, несмотря на трудности, рассказывает художник Алексей Щиголик. Погодные условия уже становились всё более суровыми. Помню, как первый день мы в снег работали и красили стену усилиями 8 человек. 112 бетонных секций. Общая длина этой композиции – почти 300 метров. На заводе говорят, проект планируется продолжить. Уже с участием всех предприятий моторостроительного комплекса. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.